Друзья, привет! Это интернет-магазин Воколесо, и в этом видео мы с вами посмотрим интереснейшую шину Goodyear Eagle Sport TZ. И вы, наверное, видели уже на нашем канале обзор по Goodyear Eagle Sport без буковок TZ. И, честно говоря, когда на российский рынок вышла эта модель Goodyear Eagle Sport, я что-то как-то даже и не думал, что есть еще Goodyear Eagle Sport TZ, что это вообще другая шина, она отличается просто, ну, не то чтобы всем, но это реально другая шина, и по рисунку протектора тоже. И вы сейчас это видите, я вам фотографии в сравнении сейчас на экран выведу. И, конечно же, нам нужно посмотреть с вами и модель TZ тоже. Поэтому в этом видео мы с вами, конечно, как всегда, посмотрим на рисунок протектора, измерим его глубину, посмотрим, что же за информацию мы увидим на боковинах. А, кстати, там есть на что посмотреть. Есть один важный и очень интересный нюанс, о котором мы с вами поговорим. Один нюанс, это, знаете, такая вещь, что кроме этого нюанса на сайте, в общем-то, и нечего посмотреть, на сайте Goodyear. То есть вся информация предельно обычная. То есть как-то смесь улучшена, состав смеси, торможение улучшено, управляемость улучшена, ну и так далее. Вы знаете, как все это работает, как все это пишется. И мы с вами, конечно же, посмотрим здесь все своими глазами, чтобы составить свое собственное мнение. Не забудем взвесить шину, измерить глубину протектора, я сказал. Еще мы с вами видим, что шина в размере 215-60-16. И мы посмотрим, насколько эта информация соответствует, насколько производитель соблюдает размеры, потому что шины маломерки существуют, друзья. Ну и первое, что мы видим, что рисунок протектора ярко выражено асимметрично. Это не только наше наблюдение, но также и маркировка Outside на боковине. Вот она. И, конечно же, шина скроена по классическим таким лейкалам. Асимметричная шина. Мы видим с вами четыре продольные канавки. Но здесь есть, конечно, в этом протекторе глобальный плюс. Он сразу же, опять же, виден, что помимо четырех достаточно широких, ну, относительно, так скажем, бывает и пошире, на самом деле, канавок продольных, которые разгоняют воду из пятна контакта внутри себя, также есть еще огромное количество маленьких таких канавок, которые выводят из пятна контакта в обе стороны, во внешнюю и во внутреннюю часть оставшуюся влагу. Это, конечно, очень хорошо. И сразу же видно, что шина будет вести себя на влажных поверхностях очень хорошо. И аквапланирование этой шине не грозит. Ну, если, конечно же, соблюдать такую какую-то разумность в скорости. Рисунок протектора не обещает нам выдающихся показателей по кастическому комфорту. Это подтверждается наклейкой по европейской сертификации. Здесь указано вот два таких смайлика. Видите, 69 дБ в опытных условиях шина достигает. 69 дБ на самом деле это не так и много, потому что есть шины, которые обладают и, в общем-то, значительно большим уровнем шума. Ну, вот смотрите, например, у нас тут рядышком лежит Nokia Unhaka Green 2. У нее всего лишь на 2 дБ меньше, но уже один смайлик, и шина считается очень тихой как бы. Но здесь я могу сказать, что шина будет ненамного шумнее, поэтому, в общем-то, здесь тоже все плюс-минус в порядке. Не рекордсмен по акустическому комфорту, но, тем не менее, и прям совсем шумно ее назвать нельзя. Ну, давайте перейдем к измерению глубины рисунка протектора. Здесь полная глубина 7,9 мм. Хорошенький такой показатель. 7,9 мм. Это полная глубина рисунка протектора. Это, опять же, показатель такой чуть-чуть выше среднего. Нормальная абсолютно глубина рисунка протектора. И мы с вами еще посмотрим Thread V, то есть износостойкость шины. Посмотрим, как она, может быть, компенсирует недостаток вот именно по глубине протектора. Хотя сказать, что это недостаток нельзя. Просто есть шины с несколько более глубоким рисунком, но есть также и с более неглубоким, так скажем. Ну, и давайте посмотрим, сколько же до ограничителей у нас тут. Миллиметров 6,3 мм. Также вполне себе нормальный, адекватный показатель. И здесь вопросов никаких нет. Шина, учитывая, кстати, ее абсолютно невысокую цену, здесь показатели шикарные, на мой взгляд. Давайте опустим камеру еще немножечко ниже, все-таки, на эту самую европейскую наклейку. Здесь указано, что шина будет достаточно экономичной. То есть, видите, уровень топлива на экономичности B, это хороший показатель. Уровень торможения на мокрых поверхностях C, он такой чуть-чуть выше среднего, как мы с вами, кстати, и говорили, да, но все же соблюдать осторожность необходимо. По уровню акустического комфорта мы с вами сказали, здесь все, в общем-то, понятно. Ну и давайте посмотрим 215, 60, 16, соблюдаются ли размеры. И, кстати, 95V, это индексы скорости и нагрузки, а точнее нагрузки и скорости. То есть, 95V, это 690 кг на одну шину. У этой модели в этом размере максимальная нагрузка. То есть, почти 2,8 тонны, 2,760 на комплект. Это нормальный показатель, вполне себе рабочий. То есть, я думаю, что вы навряд ли нагрузите свой автомобиль, если у вас такой размер, до этих показателей. То есть, запас у нее определенно есть. И в это 240 км в час, на шине можно разогнаться, но не нужно, друзья, 240 км в час, это слишком быстро. Нужно соблюдать правила дорожного движения. Ну и все-таки перейдем к замерам, насколько же производитель точен был в производстве этой шины. Так, у нас рулетка настроена ровно на 215 мм. И смотрим, так, здесь у нас похоже, что все в порядке. Да, производитель абсолютно точен в этом плане. И у нас есть еще показатель же, 60. А 60 это высота профиля относительно ширины 215. То есть, если мы умножим 215 на 60%, что мы и должны сделать. Это получится 129 мм, должна быть высота профиля. А R это, кстати, не радиус, а радиальная конструкция шины. А 16 это посадочный диаметр. Вот этот в дюймах. И чтобы узнать, сколько же в миллиметрах этот посадочный диаметр, нужно 16 умножить на 25,4. Друзья, если вам это необходимо, можете сделать. Кстати, 215 умножить на 60, я сказал, что это 129 мм. Итак, 129 мм. Здесь, конечно, я особенную точность не говорю, потому что, ну, понятна погрешность, да, я думаю. Но, тем не менее, 129 мм здесь есть. Высота профиля измеряется именно отсюда, то есть, от места соприкосновения с дорожным покрытием до вот этого места. Многие говорят, что досюда, но очевидно, что нет. Отсюда до самого конца. Так что здесь все в порядке, друзья. Шина не маломерка, не большомерка, а полностью соответствует своим размерам. Ну и давайте посмотрим, что же указано у нас на боковинах шин. Кстати, я вот пока ее не переворачиваю, потому что хочу вам показать один маленький нюанс относительно того же Eagle Sport, который без буковых ТЗ. Вот смотрите, как по дизайну здесь вот написано Eagle Sport. Такими вот обычными, какими-то такими спартанскими практически буквами. И такими же буквами написано на обычной Goodyear Eagle Sport без ТЗ. Но на внешней стороны модели ТЗ вот такой вот классический Goodyear красивенький шрифт. То есть, вы оденете эту шину, когда будет эта сторона смотреть аутсайд, то есть, во внешнюю сторону. И будет у вас все вот по такой красоте, так скажем. Потому что на обычном, без буковок ТЗ Eagle Sport на обеих сторонах вот такие надписи. Но если это, конечно, сильно принципиально. Но если не принципиально, похоже, стоит с этим смириться, потому что размерные сетки все-таки разные у этих моделей. И давайте переходить к маркировкам и обозначениям непосредственно. Вот буквы ТЗ, те самые, из-за которых весь сырбор. Ну и дальше. Радиальная конструкция, я думаю, что все знают. ТЮБЛИС. Это бескамерная шина обозначает. Еще вы видите обозначение бескамерной шины на разных сайтах буквами ТБЛ. Это тоже бескамерная шина. Буквы ДОТ обозначают, что шина сертифицирована для продажи на территории Соединенных Штатов. Это код завода. Здесь указаны ПЛАЙС, то есть, слои, корт, армирование, каркас, как угодно. В общем, суть от этого не меняется. Слои ПЛАЙС, САЙДВОЛ, двойной слой полиэстера. Хороший, кстати, показатель. Потому что бывает и один слой полиэстера. То есть, боковина достаточно будет крепкой. ТРЕД. Это та часть, которая соприкасается с дорожным покрытием. Так, здесь у нас один слой полиэстера, двойное стальное армирование и один слой полиамида. Тоже, в общем-то, такой каркас достаточно сильный, хороший. То есть, здесь вопросов, я думаю, что никаких нет. И, кстати, мы с вами еще не посмотрели, насколько мягкая или жесткая боковина. Мы вот перевернем обратно к этой шине, тогда и посмотрим. Договорились? Дальше. Максимальная нагрузка, мы с вами ее уже проговорили, это 690 кг на одну шину. 350 кПа или 51 PSI, это фунтов на квадратный дюйм. Максимальное давление, которое может быть закачано в эту шину. И это 3,5 атмосферы по метрической системе, по нашей, по той, которой нам удобно. Буква Е обозначает европейскую сертификацию. Дальше, это чисто американская тема, не монтируйте 16-е шины на диск 16,5 дюймов. Такая забавная вещь. Буквы ТМ, ну, не знаю, может, торговая марка, честно, не скажу. Впервые вижу такое обозначение. Если знаете, напишите в комментариях, что оно означает. И инсайт, это внутренняя сторона. Дальше прям совсем интересно. Смотрите, Threadway 560. Это какие-то фантастические, честно говоря, цифры относительно того, что принято считать, что шина пройдет в тысячах километров. Вот эту цифру, Threadway, разделить, ну, на 4. Если мы на 4 разделим 560, то получится 140 тысяч километров шина должна пройти. Это фантастика, друзья. Такого не бывает. 140 тысяч километров навряд ли проходит какая-либо шина. Вообще. Поэтому здесь на эту цифру я бы опираться не стал. Я думаю, что здесь все стандартно. Около 60 тысяч шина, думаю, что свои отходят. И слава богу. Значит, дальше вот интересная штука. Есть рим протектор. На сайте Гудьера об этом отдельно сказано, что каждая шина Гудьер Иглспорт ТЗ обладает защитой диска. На канале, на нашем, есть уже отдельное видео, рассказывающее о вот этих вот элементах. А вот этих вот, что это такое тут? Какая-то грязь, а не элементы. Вот. Это такой вот бортик, который защищает диск от бордюрной болезни. То есть, это такой вот небольшой выступ, буквально миллиметр-полтора, который, так скажем, располагается немножко над диском и защищает его от разных повреждений. У ТЗ, у каждого размера, есть такой рим протектор. Дальше. Мы говорили о Threadway и сбоку от них Traction A и Temperature A. Что это означает? Traction обозначает, что шина будет отлично управляться на мокрых поверхностях. Temperature A то, что будет хорошо сопротивляться нагреву, потому что есть еще Temperature AA. Что это означает вообще в принципе сопротивление нагрева? Ну, банально, экологичность. Здесь тоже чисто американские все обозначения, что не надо перекачивать шину, а то она взорвется, ну и так далее. Далее, далее, далее. Давайте перевернем ее и посмотрим, что же указано на другой стороне и есть ли какие-то маркировки, которые не продублированы. Или все они полностью соответствуют внутренней части. Но вот что я вижу, это дата производства. Пятая неделя 2018 года всегда указывается вот в таком кружке, и вы всегда сможете посмотреть на своей собственной шине. Кстати, по рисунку протектора я заметил еще вот эти вот ханкуковские элементы. Сейчас мы о них поговорим еще отдельно. Так, я хочу найти сторону производства. Вот она, это Турция. Для этой шины это обычная история. В общем-то, это все, что мы увидели на боковинах по информации. Дальше, вот смотрите. Такие точки, они вообще на ханкуке служат для двух вещей. Во-первых, для охлаждения шины дополнительного. А во-вторых, насколько у вас все в порядке с развалом. То есть, подъедают шину с одной стороны или нет. Но здесь я думаю, что учитывая, что такие точечки только с одной стороны, здесь они, скорее всего, сделаны исключительно для дополнительного охлаждения шины. То есть, они помогают цеплять набегающий воздух, и шины, в общем-то, охлаждаются лучше. Здесь такой вот значок, кстати, Гудера есть. Ой, и он ведет нас к индикатору износа, как вы видите. Так, мы с вами еще сейчас поговорим о весе и о боковине. Боковина еще состоит она, мы с вами посмотрели, но мы не посмотрели, насколько она мягкая. Ну, вот она прям совсем мягкая, друзья. Но достаточно толстая. Бывало и толще, я хочу сказать. То есть, по уровню толщины достаточно средний показатель. По мягкости я бы сказал, что это прям одна из самых мягких вообще шин. То есть, по уровню комфорта должно быть все в порядке. По уровню защиты там различных ям, порезов, грыж и всего остального, такой достаточно уровень, ну, чуть-чуть выше среднего может быть. Но немножко, ну, средний, я бы сказал, что средний, учитывая, кстати, что здесь нет маркировки XL, то есть, шина не обладает повышенным индексом нагрузки. Поэтому здесь, в общем-то, все предсказуемо достаточно. Ну, и перед тем, как взвешивать эту шину, прошу вас подписаться на наш канал, потому что все эти видео, все эти уже более 330 или 350, наверное, уже на канале видео делаются исключительно для вас. И если вы подпишетесь на наш канал и поставите лайк этому видео, у нас будет мотивация делать эти видео и дальше. Поэтому, друзья, спасибо, если вы не забываете это делать. Так, по весу. 215-60-16, напоминаю, это размер. И 9,7 килограмма. Опять же, шина во многом обладает различными средними показателями. Начиная с цены. Она, цена-то такая, знаете, чуть-чуть ниже средней. Ну, может быть, ближе к средней. И все остальные показатели у нее, знаете, такие средние. Что по глубине рисунка она средняя, что по весу она средняя, что по уровню акустического комфорта она средняя. Вот только по экономичности, да, она вот так подбирается вплотную к вершине практически. Но, тем не менее, резюмируя, давайте резюмируем по этой шине. Это отличная шина концерна Goodyear. Goodyear это одни из самых лучших, на мой взгляд, вообще шин в принципе. Из плюсов у нее, конечно же, защита диска. Первое, на что стоит обратить внимание. Если любите парковаться прям к бордюрчику, то эта шина явно для вас. Она поможет вам сохранить ваши диски в порядке. Если вам нужна прям жесткая шина, так, ну, знаете, любят люди некоторые, так, чтобы прям дорожное полотно передавалось в руль. То это навряд ли ваша шина. То есть, шина достаточно мягкая и комфортная. Если вам нужна прям совсем тихая шина по акустическому комфорту, то вы можете ее приобрести, но можете найти варианты более тихий. По управляемости, я думаю, как и у любого Goodyear здесь будет все в абсолютном порядке. То есть, шина в целом, можно сказать, что очень сбалансированная, не имеет ярко выраженных слабых мест, но и не имеет ярко выраженных каких-то прям совсем сильных мест. Поэтому шина за свои деньги, на мой взгляд, заслуживает определенного внимания. И если вам ее предлагают, допустим, в магазине, я думаю, что не стоит отказываться. Хорошая вполне шина. Но сравнить, опять же, есть чем. Все, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И пока-пока.